Привет, Библия! Тема. Саул стал царем. Текст. Первая книга царств, глава 10, стихи 17 по 24. Самуил, правящий Израилем, уже состарился. Он так много сделал за это время. Он приносил жертвы в Скини и был также командиром битвы, и еще служил судьей, чтобы судить дела среди людей. Самуил жил честно всю свою жизнь, но его сыновья были не такими, как их отец. Поэтому люди пришли к Самуилу и сказали, «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у других народов». Самуил был удивлен. Он молился Богу, надеясь, что Бог скажет ему, что это нельзя. Но Бог сказал ему, «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе». Самуилу было грустно, потому что он думал, что израильтяне, которые требовали царя, оставили его. На самом деле, израильтяне оставили Бога, а не Самуила. Поэтому сердце Бога болит больше, чем у Самуила. Бог сказал Самуилу, что надо рассказать израильтянам о проблемах, которые возникнут, если царь царствует над ними, и о том, что они испытают. «Они думали, что если царь, а не священник, будет управлять ими, их страна станет более могущественной. Но они бы не думали, что они должны служить царю, а их дети должны сражаться со своими врагами за царя. Люди не знают, пока не испытают это». Самуил сказал народу, что происходит, когда царь появляется. Прежде чем Самуил закончил говорить о праве царя, люди сказали, «Нет, пусть царь будет над нами». Самуил встретил Саула, сына Киса, из Вениамина. Саул искал осла своего отца и пришел к месту, где живет Самуил. Он беседует с Саулом всю ночь. На следующий день Самуил помазал Саула и сказал слово Божье. Самуил сказал Саулу, как он станет царем. «Вы услышите, что нашлись ослицы, которых вы ходили искать, и пойдете оттуда далее. Кто-то даст вам два хлеба, и на холме Божьем, где стоит охранный отряд филистинский, вы встретите толпу пророков и будете пророчествовать с ними. После того, как исполнятся эти знамения, делай все, что будет в твоих силах. С тобою будет Бог. Если вы придете в Галгал, то я с вами вознесу все сожжения и мирные жертвы пред Господом». После расставания с Самуилом, Саул услышал, что нашлись ослицы, потом получил хлеб и пророчествовал с пророками. Все это было доказательством того, что Бог был с Саулом. Саул увидел все доказательства того, что Бог был с ним, но он не сделал то, что ему нужно было сделать, то есть не изгнал отряд филистинлян с горы Божьей. Он также не пришел в Галгал, чтобы принести жертвы Богу. Самуил созвал народ Израиля Господу в массиву и сказал, «Сейчас я выберу царя, которого вы просили». Процесс выбора царя Самуила похож на то, как Иисус Навин нашел грешника Ахана. Самуил велел подходить всем коленам Израилева и указано колено Вениаминова, потом племя Матриева и в конце концов Саул. Может быть, Саул чувствовал стыд и не мог смотреть Самуилу в глаза, потому что он не сделал то, что должен сделать как царь, изгнать филистинский гарнизон с горы Божьей и не принес всесожжения и мирные жертвы в Галгале. Поэтому Саул спрятался в обозе. Когда люди нашли его, Самуил сказал, «Видите ли, кого избрал Господь? Подобно ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал, «Да живет царь!» А негодные люди говорили, «Ему ли спасать нас?» Таким образом, первый царь явился к израильтянам, которые отказались от Бога и потребовали царя. Но люди, которые видели первого царя, задавались вопросом, может ли он хорошо управлять нами. Правление царя началось нестабильно и закончилось несчастливо. Израильтяне были уничтожены с болью и с сожалением. Сегодняшняя история говорит нам, что не надо повторять эти ошибки и только уповать на Бога и быть управляемым Богом. Субтитры подогнал «Симон»